Мяу-мяу, пацаны и девчата, на связи Dragon Soul Play И у нас, наконец-то, долгожданная серия по замечательной игре под названием Чёрная книга Так и у нас шо, просители пришли? Давно в неё не играл Помогай, Господь! Я это самое, рыбак, с ректа, озеро северного, в ад, ты, прости, Господи Так пришёл поблагодарить, не знаю уж, что ты там сделала Да перестал водяной сеть портить Вот тебе рыбки сушёные от нашей тортели О, спасибо Ну, а теперь посмотрим Ой, молочка бы мне принесла к рынку Да брашки побольше Хоть бухать А ты вместо этого всё с вопросами ходишь Да уж, Вася, могла бы и уважить Котофея брашкой Прош, держи-ка к рыночку Вот спасибо, дедушка Добрый ты человек Это вы с каких пор душа в душу живёте? Вот именно С тех пор, как Прошка книги спас Ага, мыши повадились Поедали библиотеку-то вашу А я их переловился Молодец Да, не зря ты икоту в дом взяла Пригодился Ну, что ещё узнать хочешь? Тебе зачем, брашка? Ты же нежить Ну вот именно, зачем, кстати, да Нежить тоже угощать принято Сама знаешь Суседок до родителей Поминают и угощают Вот и мне не помешает Ну, что ещё узнать хочешь? Расскажешь, как ты там в своей избе чуцкой-то жил? Да Ах, Васька Чё-то тяжело вспоминается Ветром сдуло Все воспоминания Лечёли Ничего не вспомнил? Мало Очень мало Ну, чё смотришь? Сама поживи Столько веков-то А я погляжу, чё вспомню Помню Дом был мой богатый Я в нём сидел Всегда Суседом Ну И смотрю-то я На все три стороны А чё не на четыре? На все четыре, ты хотел сказать Ха Вот тогда Синхронизация Нет Я помню тут три стороны Снизу Нашу сторону И сверху третья А ещё ветер всегда дует Холодный Север И речные раковины Мне что-то шептали Жутко в твоей Избе это было Было хорошо Да только не всё Я вспомнил Ничего Скоро глядишь Вернётся Ну Что ещё Узнать хочешь? В путь уж скоро После поговорим Ну хорошо После так после Бессмысленная работа Бессмысленная работа Давай тебя На бессмысленную Опять А в принципе Остальное Пофигу Так Погоди Так Ладно Так Кого тут Разладить надо Давай сюда Тебя отправим Ох Уже Забыл Давно Не играл Ну чё В путь Тогда Отправляемся Деревня Фёдорова Поговорить С водяным Как Бакеву Постречались С разбойниками Которые оказались Чертями Пришло время Рассказать Вакулю О произошедшем Кого Брать то лучше Кстати Да Ой 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 Деревня Фёдорова С глаз Прошка Защиту Даёт А кого бы Ещё Взять Давай С Прошкой Уж Деревня Фёдорова Обычная Деревушка Я тут Не была Никогда Может Всё По водяному Все тут Водяному Поклоняются Как в прошлом Было Ну Хороший Вопрос Возле Старой Избы Мужик Бронит Свою Жену Похоже На звуки Перебранки Пришла Добрая Половина Деревни Часть Крестьян Поддерживают Мужика Другая Часть Вступилась За женщину Узнать В чём Дело Предметом Раздора Оказалась Пила Которая То и дело Ломается Мужик Подозревает Свою Жену В сглазе Она же Уповает На свою Невиновность Смотреть Смотреть Пилу Кажется Этот предмет Чинили Неоднократно Похоже Последний раз В ремонте Он побывал У местного Кузнеца Всего Несколько Дней Назад Давай Предложим Помощь Вы решаете Что о поломке Может знать Ладивший Пилу Кузнец И узнаёте Как добраться До его Избы Вы Раздумываете Над дальнейшим Шагом Ну Давай Про мельницу Разузнаем Оказывается Мельница Давно Заброшена Имеет Дурную Славу Мало Кто Решается Приблизиться К старому Зданию Поговаривают Что водяной До сих пор Ловит Проходящих Рядом Людей И затягивает Их Вомут Ого Страшно Раздумываете Над дальнейшим Шагом Вперед Гаинское От этого Села Недалеко И до мельницы На сельской Улице Вам Встречается Странная Крестьянская Процессия С тюками И сундуками Впереди Идет Крестьянин Сжимающий Сонного Петуха Люди Останавливаются Заметив Вас На своем Пути Старухи Начинают Причитать И креститься Приняв Вас За дурное Предзнаменование К вам Обращается Мужчина Из начала Шествия Ты Че За Простоволоска Че По ночам Ты шастаешь А ты Че Шастаешь Петухом Петух Задумали Эти крестьяне Ну Наверное Переезжают В аулы С вещами Идут По улице В полночь Это Может быть Только Один Обряд Похоже Петуха Несут Суседки В жертву Переезжают Значит А петух Эта птица Символ огня Часто Используется В качестве Жертвы Духом Домашнего Очага Да я Путница С дороги Сбилась В новую Избу Въезжаете Че ли А не твоего Ума Дела Девка Ну Давай Предложим Помощь Я Знахарка Могу Помочь Вам С переездом После Недолгого Спора Крестьяне Соглашаются Вы Приносите В жертву Петуха У нового Сруба И шепчете Необходимые Слова Благодарные Крестьяне Дают В дорогу Несколько Шанижек Спасибо Так Выселок Как-то Боязно Становится Чувствую Нечисть Поблизости Кам Так Шутки Без гачи А че Давай В карту Сыграем А-а-а Здорово Так Короче Ромбики Это у нас Козыри Восьмерку Держи Теперь я Хожу Да А он На меня Ходит Ты охренел Что ли Ладно Ладно На Все козыри Расстратилась За вас Держи 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 Вальта Держи Так Ну 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 Туза Держи Че Ладно 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 Возьму Победа Изя Изя Вин Так Щука Белуга Ну Давай Сюда Тогда Вот Вот Так Лучше Кузница Тут Живет Кузнец Кузнец Который Плохо Починил Инструмент Кузнец 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 Я так Ты из Знатких Всякое Видало Господи Иисусе Ну Слушай Ко мне Сам Окаянный Зачистил Выглядит Как Обычный Человек Божий Только Брагой Тянет Да Ну Пришел Подкуя Лошадей Говорит Ну Я Поднимаю Копыт Лошади А там стопа человеческая. А у того крестьянина наоборот. Копыта за место ног. И он на меня глазами-то своими зыркает. Я так человеческую стопу и подковал. Прости, господи. С тех пор и дверь боюсь отворять. Брашкой от беса пахнет, говоришь. Ну, я с этими чертями вчера только встречалась. Больше они тебя не побеспокоят. Прогнала их? Не знаю, как и благодарить. Давай пилу, будет как новая. Ну вот хорошо, что прогнали этого Миколку. Кузнец чинит инструмент и кланяется в пояс. На обратном пути вы отдаёте пилу крестьянину и получаете вознаграждение. Ну, топаем дальше. Винная лавка. Не то, что меня какие-то такие магазины заинтересовали. Просто мимо прохожу. Ну, давай. Винная лавка работает допоздна. Из её окон льётся тёплый свет на скрытую ночной тенью улицу. Заметив вашу книгу, целовальщик зовёт вас внутрь. Мол, у него и книги в продаже есть. Целовальщик продаёт звена в пятийных домах и кабаках. Вижу, книгами интересуешься. Вон у тебя какая москучая ты есть. Старинная? Я ни одной брашкой торгую. Взглянешь? Давай посмотрим, что у тебя тут есть. О, так можно ведь купить, кстати. Да нет. Так, так, так. А, не хватает. Ну, ладненько, пойдём дальше. Что у нас дальше тут? Годия. Небольшая речушка. Про неё говорили, что часто топлетут люди. Ну, неудивительно. Неудивительно. А мельница-то близко. Небольшая речушка. Как-то лучше. Водяная мельница. Водяная мельница считается дурным местом. Всё из-за мельников, которые часто имеют дело с водяными. На дому там у речного притока возвышается мельничный дом. Загадочно шепчут камыши, изба обветшала. Водяное колесо молчит. Вас уже ждёт соливар. Угу. Василиса. Я побывала у Водяного. Всё про твою дочь узнала. Не думал, что мне сразу сказать стоило. Кстати, да. Почему не сказал-то? Ну, разве я мог? Господи, всё это как во сне. Евдокий он забрал. Но я не знал, что он виноват. И уж не думал, что он её пришлёт на соливарную убивать. Думал, там другой водяной. Думал, сбежал я от того. Столько смертей. Столько жертв. Жертвы. Я бросал рублей, сколько-то каши, водки. А в Акулю всё мало. Ему нужны только мертвецы. Здесь ты с Водяным договор составил? Да. Это моя мельница старая. Я тут работал. Когда её строил, с Вакулем договаривался. Он мне, мол, как обычно. Я и думал, что деньгами отделаюсь. С окаянным редко, когда так просто. Согласен. Через несколько лет он тенью чудить начал. Свою жертву просил. Я вредить никому не хотел. Потому отказал. Он тогда своё сам взял. У меня подмастерье был. Засыпка. Лавный парень. Любил его. Засыпка. Подручный мельника, засыпающий зерно. Водяной его утащил на дно. Утопил ему этот чёрт. Понимаешь? Тогда бросил я эту мельницу. Не мог тут находиться. Со временем соливарню открыл. Думал, забрал он свою. Но ему всё мало было. Оказалось, это он. Дочурку мою на дно утянул. Дусю погубил. Засранец. Как водяной на соливарне тебя отыскал? Этот завод далеко. Я-то думал, там другой водяной чёрт. Так и было вначале. Я на горцевых денег подкопил. Сначала маленький заводец, потом разросся. Лопатки. Общее название платы на вельнице за размол зерна. Как правило, это часть зерна. С пуда по фунту. Также называется крыцевым сбором. Мы с другим бесом в ладу жили. Он людей-то не требовал. Потом, видно, его Вакуле одолел. И всю реку под своё начало взял. А я и не знал. Про меня как-то проведал. Думаю, с Вакулем сможешь сегодня потолковать. Я-то потолкую. Проклятый бес, уши я его. Не думаю, что сладишь ты с ним. Только мне это по силам. Да и то с концами его не уморишь. Сильные хозяева природы. Сделай, что можешь. Сделаю. Что с дочерью твоей сталось? Дочка моя. Она тут ни при чём. Вот его дочь, вот Евдокию вообще жалко. Когда Вакуль меня нашёл, он, видно, меня проучить надумал. Евдокия по зиме на санях ехала. Соликанцу. Под ней лёд провалился. Ни саней, ни дочки моей не нашли. Я и не догадывался, кто виноват. Не про такого водяного дед мой рассказывал. Меня Бог наказал. Самого хитрого выслал. Думаю, Вакуль быстрее объявится, если мельницу запустить. Это можно. Я его смотрел, пока тут ждал. Вершник? Заслон, то бишь. Я открыл. Но подстав не крутится. Подстав. Мельничное колесо. Водяник прохудился. Я его залатать могу. Такие водяники ещё можно залатать. Водяник. Местилище на мельнице, с которого вода сбрасывается на колесо. Жаль, что некоторые прогнили навеки. На подставе лопастей не хватает. Перек. Ты поищи доски. Думаю, трёх должно хватить. Тогда и запусти. Я тебя внутри подожду. Починю там покамец, что можно. Хорошо. Найду три доски и тебе принесу. Ну, давай. Хотя, конечно... Ага. Вы нашли подходящее перо для подставы. Какая-то вот растенница растёт. Разрыв трава. Вы нашли подходящее перо для подстав. Эй. Почему? Почему я не могу туда заглянуть? Ну-ка, давай. Адамова голова. Вершник. Этот заслон воду от мельницы удерживает. Его уже Соливар открыл. Омут. Давай взглянем на омут этот. Тихий омут. И черти тут водятся. Да не говори. Что-то там плещется. Не разглядеть. Хм. Ну, тут больше ничего и нет. Значит, к берегу пошли. Обветшала мельница. Хорошо, что вообще стоит ещё. Согласен. Страшно тут. Может, другая нечисть поселилась. Ну, ничего страшного. Адамова голова. Да, он здесь. Да, на мельнице. Поговоришь с ним? Не могу. Вакуль не велит. Водяной ещё не явился. Не могу супротив его слов пойти. Как бы не хотела. Мне перья нужны. Для подставы. Знаю. Вот одна доска. Забирай. Русалка отдаёт вам часть механизма. М-м-м. Что-то есть в имени Вакуль. Пермятская, думаешь? Чую, явится скоро. Ну, всё. Давай тут походим, побродим. Кстати, вообще классный вид. Я, пожалуй, его заскриню. Ну, теперь можно и домой. Домой. Обратно топать. Так, ну, вроде бы всё. Мы всё нашли. Так. Угу. Тут что-нибудь ещё есть? Ну и ничего, видимо, нет. А, Василис, три доски. Довольно. Ну, всё для запуска колеса у нас есть. Как колесо запустим, Вакуль вскоре явится. Допускай. Пришло время. Давай. Соливар ловко чинит мельничный механизм. По его движениям понятно, что он делал это не раз. Вскоре колесо со скрипом совершает оборот. Затем ещё один. Ух ты. Давай, давай, давай. Запускай. Запускайте, бычка. Ё-моё. Ну ты и страшный. О, средний мир привольно здесь красиво. Эх, если бы не смрад живых. Моя любимая колдунья и её милая книжка. Как рад я, рад новой встречи. Здравствуй, водяной дедушка. Здорово, Вакуль. А, старый знакомый. Пришёл нарушить очередное обещание. Отец, я... Не было позволения говорить. Поток воды сбивает и соливара, и русалку с ног. Гостя, Василиса, из тебя неважно. Разве у вас так принято в Пермском крае? Крепостных у хозяина отбирать. Ну, у нас же крепостного права как нет уже. Уж нет никаких крепостных. Согласен. Полчать? Кажется, разбойники до сих пор не вернулись к жертвам. Какие-то проблемы, Василиса. Разбойников бесы всех передави... Ты не справилась с заданием. Но ты мне нравишься, колдунья. Говори, что хочешь. Мммм... Освободить русалку. Освободи только русалку. Печать я как-нибудь иначе открою. Надеюсь, времени хватит. Рад иметь с тобой дело, Векшица. Водяной оставляет русалку и с хохотом исчезает в омуте. Из раздумий о том, где найти другого водяного, вас выводит русалка. Она прикасается к чёрной книге. Ещё одна печать открыта. Опа-на-на-на-на-на-на. Всё. Водяная печать открыта. Я жбал, чё ты... Дуся, прости, из-за меня ты погибла. Нет, не вздумай себя завинить. Теперь я свободна от водяного чёрта. Но и мне за свои грехи ответить нужно. Постой. Однажды мы снова встретимся. Прощай, отец. Русалка улыбается Соливару и растворяется в белом свечении. На обратном пути вы успокаиваете Пахома рассказами о потустороннем мире. Но кажется, он счастлив тем, как сложились события. Ну вот и славно. Опа-а-а-а. Папа-папа, знакомый голосочек. Возможно. Но совпадений слишком много. Утопцы про неё говорят сильна, мол, девка. От другой нечисти тоже слух пошёл. Сейчас свадьбу вселись оберегать. Небось думает, я портить поеду. А? Иглы понатыкать на меня? Я тогда совсем без сил-то буду. Ты в Покч уезжай. Уж тебя они ждать не будут. А я буду. У меня есть определённые сомнения. Я видел её в деле. С такой силой не каждый справится. А надо бы поуверенней быть. Не зря я тебя учила, чтобы на равных быть и попортишь свадьбу. Будет непросто, но если книга действительно у неё, я наконец смогу приструнить эту силу. Опа-а. Верно, верно. Вот и разузнаешь. А если тут правда, всё, что пожелаешь, сделаешь-то, таково предание. Сначала присмотрись к ней. Я бес отослал на округу, поводом будет хорошим. Но это свадьба. Не хотелось бы крестьян портить. Ты же знаешь, как я поступаю с демонами. Ты не смеши оккульта. Кого там попортишь? Думаешь, поезд обернёшь? Такое у моей бабки в последний раз было. Книгу отберёшь, обратно возвращайся. Будь по-твоему. Ну, в дорогу собирайся. Аминь под Богом. А я тебя знаю. Раз он деле нас видел. Ах ты поганец. А ты врач, думаешь? Ну-ну. Как колдуньи свадьбы портят. Ну-ну. Во-во. Что ты лезешь без шерстнатый? От тебя толку меньше, чем от кота. Но сложилось же всё, дедушка. Радуйся, что свезло. А то без суженного и останешься. Ну, за следующую печать приниматься пора. Какая же. Волчья печать. Я про оборотни подумала. Давно их в уезде не было. Прошка, может, волком обернёшься? Да. Не поможет. Надо мне помозговать. Пока своими делами займись. Помяни парня своего. Срок же подошёл. А я, может, что и придумаю. Хорошо, дедушка. Ну, новая глава, в принципе, стартует. Мы сейчас сохраняемся. И, в принципе, на этом будем с вами заканчивать, дорогие друзья. Серия бы что-то получилась короткой, но оттого не менее интересной. С чем я нас поздравляю, дорогие друзья. Все ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. На связи был Dragon Soul Play. Всем пока.